Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. И да, поздравьте меня! Моя машинка ко мне вернулась. Мы с малышом собираемся в конце мая в Москву и к любимому. Поэтому может еще куда? В Беларусь заедем. Не знаю, куда нас затянет нелегкая. Но мы уже готовимся. И я хочу сегодня поискать колясочку. Еще надо купить кучу из смесей. Всего все позаканчивалось. Потому что без машины никуда. Все по чуть-чуть брала. Сейчас затарюсь, как обычно. Хочу посмотреть колясочку. Поэтому мы с малышом отправляемся. Дай, Киша, оставайтесь с нами. Забежала сейчас на классик. Посмотрела, что за коляски. До 10 тысяч можно взять коляски. Разнообразные куча всяких колясок. Сейчас я схожу еще, съезжу в Мегу, зайду в Мазырка, посмотрю, проценюсь. Все равно. Все надо знать. Я вот прежде чем что-то купить, всегда должна полностью вообще все знать, где, что, почем. И купить самое лучшее цена-качество. Ну вот такое. Как-нибудь расскажу вам про бюджет, как я вообще планирую все, как я считаю деньги, как я экономлю, а как я не экономлю. В общем, поделюсь своим опытом. Все, мы вышли. Вы, кстати, не обращайте внимания, что у меня на голове. Иногда я просто не успеваю помыть голову. И тогда начинаю выдумывать что-то на голове. Иногда получается такой трындец. Вот как сегодня. И вот я хочу еще купить этот же шампунь сухой. Блин, он такой выручалочкой. Вот сейчас бы я им воспользовалась. Так, узкий проезд. Вау, миллиметраж. Ну, мама, что? Машина уводит, миллиметруется. Так, шампунь надо еще сухой купить. Столько всего надо купить. Список не сделала. В общем, надеюсь, все куплю. Купила, короче, вот от Капус. Да, сказали мне Капус. Шампунь сухой. В общем, профессионал студия Fast Help Dry Shampoo. Сухой шампунь. Сейчас я его испытаю как раз-таки на своих волосах, чтобы не ходить вот с этим. Потому что, надеюсь, хуже не будет. И, кстати, он самый бюджетный был. Он стоит 233 рубля. И я вам скажу так, что вот, да, это к теме о экономии и так далее. Я, прежде чем покупать какие-то дорогие вещи и, ну, особенно уходовые средства, я сначала пробую бюджетные. Потому что очень много бывает среди бюджетного, ну, просто находки, которые не сравнятся с профессиональными, баснословными какими-то там ценами и уходами. Поэтому я всегда пробую что-то бюджетное, находки вынимаю себе. Если что-то уже нет, то тогда, естественно, иду большие деньги, трачу на какие-то крутые средства. Так что сейчас мы будем пробовать капс. Зашла такая в комнату матери и ребёнка. Что у меня тут? Короче, ну, вроде чистые волосы теперь как бы. Зашла в комнату матери и ребёнка, начала там пшикать. Боже, чуть не задохнулась. Быстро, быстро с малой выбегаю оттуда. И всё, чуть не потеряла ободок. Стою уже, гоню такая. Где мой ободок? А он на мне, представляете? Вообще, короче, ужас. Вонючая фигня. Ей нужно на улице, наверное, пшикать. Вот. Так что мы сбежали. Я там не допшикала. Только начала, не выбежала. Ну, в общем-то, вроде нормально. Так, хочу пойти посмотреть коляски. Только что шла и думала, зайду поем суши. Но они тебе полезные и не вредные. Но проходя мимо Икеи, я не могу не съесть их сосиску. Прям, вы знаете, иногда прям хочется вот этой вот. Она вкусная. Вот я люблю на самом деле сосиски. Вот с этим и кетчупом, и горчицей. Так что сейчас закажу себе и колу, прям колу. Даже слюнки текут. Дёшево и вкусно. В общем-то, не стала показывать вам, как я поедаю эту гадость. Эту нездоровую пищу. Ну, я взяла себе одну сосисочку, картошечку. И, кстати, сейчас перестали делать полу. Ну, пепси была, спрайт. У них теперь просто газировочка. Ой, с наполнителями. Брусничка, малинка. Типа они на здоровый переход, так сказали. Хотя, мне кажется, газировка, это, ну, нездоровая. Во всяком случае, для целлюлита это не кайф. Вот. Ну, возможно, там меньше сахара, как-то так. Смотря что считает здоровым. Ладно. Ой, я прямо иду в толпу людей. Вот сзади миссия. Прямо в толпу. Так, посмотрела я везде коляски, цены. Короче, у нас классик магазин. Фу-магазин. Рынок самый лучший. Там такой выбор просто нереальный. Здесь такого даже нету. Куча магазинов и цены просто. Ну, здесь такая наценка на торговых центрах. Так что, без маленького съезжу туда и куплю. Так, а теперь мы в Ашан поедем. Пойдем. Блин, иду сейчас. Стоит девочка в детском. Ну, не знаю, лет 16 ей. Блин, у нее такая ровная, красивая, загорелая кожа ног. Просто такие длинные, накаченные какие-то. Ну, не накаченные, но прям идеально. Я думаю, ну, чем я хуже? Вот у меня всегда вот такие виды мотивируют, мотивируют к тому, чтобы я занималась. Все, короче, пора перестать жрать гадость. Снова заниматься. Сейчас еще автозагар мне пришел. Все, буду красивая. Ну, а потом я иду такая и думаю, нет, надо же доесть то, что я купила. У меня там сыр, а надо его хлебом с маслом. Люблю так, что купила еще масло. А вообще еще сыр, я люблю макароны с сыром. Надо сосиски купить. Короче, сейчас вот еще недель. Я как раз буду к своему любимому готовить. Естественно, там будет вообще тренажерка, там диета жесткая будет. Опять куплю, наверное, себе эту диету. И, в общем-то, ну да. Я сейчас еще немножко дни себе позволю расслабиться. А потом жестко. Вот стою и думаю, реально, что-нибудь да забыла. Вот стою и думаю, блин, у меня целый список был в голове. А что я купила по списку? Пару пунктов. Чуть забыла, сто процентов, блин. Что же делать-то, а? Малого кормить надо? Ладно. По топливу пока постою. Сейчас шла-шла и думаю, хочу кофе, но не хочу горячий. Хочу что-то молочный коктейль. Потом думаю, нет, хочу молочный коктейль с кофе. Что-то холодное, но не сильно холодное, не ледяное. В общем, прошлась по этим быстрым. Ничего там нету. Думаю, а может в Starbucks что-нибудь есть? Зашла сейчас, я говорю, вот мне нужно это, это. Оно у нас там есть, вот фрапучино, колотый лед. Я говорю, блин, колотый лед. Не кайф. Короче, я долго думала, думала. В итоге говорю, ну давайте попробую это фрапучино. Взяла шоколадный. Это такая вкуснотища. Он не ледяной, там нет прям этого льда. Не чувствую, но еще взяла маме кофе там попробовать. Короче, какой-то свежий, в зернах. Будь заценит. С каким-то попугаем красным. В общем, там 100% арабика, сказали. Мама, у меня вообще кофемана разбирается в кофе. Я ей, а вы что, не дари. И, в общем, будет ей сюрпризик маленький. Все, мы едем дальше. Ощущение такое складывается, что я подсяду на этот фрапучино. Его еще когда пьешь, пьешь, короче, и кусочки шоколада. Я не знаю, это случайно или специально. Зая, что такое? Все, мы едем уже. Ты уже не можешь сидеть в этой лежалке, да? Тебе уже нужно нормально. Ты бы со мной поснимался, да? Ну все, едем, давай. Что-то я сижу вообще. Тут уже все в инстаграм выложила. И фотка, и спела в инстаграм. А здесь, главное, забыла, что я влог снимаю, да? Ну что, сижу. Классная погода, хорошее настроение. Прямую трансляцию буду сегодня проводить. Ну, сегодня это, естественно, ну не сегодня, как бы. В ютубе немножечко я с запозданием выкладываю, естественно, видео, потому что их нужно же обработать, там, все дела. И потом выложить, поэтому. Кстати, вот что я хотела сказать по поводу встречи в Москве. Это объявление, когда будет встреча, я сделаю, конечно, заранее, но сделаю в инстаграм. И на ютуб, к сожалению, я не смогу сделать объявление о том, что будет встреча в Москве. Поэтому все, кто живет в Москве, кто планирует со мной увидеться, это будет где-то в начале июня. Добавляйтесь в инстаграм, я ссылку оставлю здесь, потому что именно там я сделаю объявление. Постараюсь его сделать за день или, если получится, там, за несколько часов, чтобы была возможность приехать, да? Например, там утром сделаю объявление, а вечером, днем, там, днем, через какое-то время мы увидимся. Но в любом случае это будет только в инстаграме и на ютубе просто нереально, потому что мне даже монтировать будет неудобно. Представляете, в день-день видео я выложить просто никак не смогу, потому что это монтаж, время, это выкладка, это интернет. В общем, думаю, будет сложно. Я постараюсь, конечно, но лучше подстрахуйтесь и зарегистрируйтесь, кто не зарегистрирован в инстаграме. Там действительно много интересного. И обязательно подписывайтесь на меня. Хочу с вами увидеться уже, потому что первый раз, походу, я увижусь в Москве с вами. Так трогательно, волнительно. Так, опять что-то с моей фокусировкой. Сколько можно фокусироваться? Фокусировка вот тут раз и заиграла, заиграла, держу на одном месте все. Практически не шевелюсь. Вот. Еще у меня, может быть, вы заметили, не заметили, не знаю, может, вы как-то обратили внимание, настроение такое сегодня очень спокойное. Да что такое? Очень спокойное. Не, я не могу разговаривать, когда оно так фокусируется. В общем, сейчас мы пойдем домой уже. Потихонечку. И скоро начинается наше путешествие. Купила я, кстати, опять Лепикар, вот это масло для душа. Потому что то, что я брала другое, я вам говорила. В общем, нет аналогов Лепикар. Не пенится то другое. Какое? Так, эмолиум это. Такое же вот, как эмолиум вот это. Вот. Тоже я покупала, чтобы ребенка купать. И вот Кристинка у меня недавно была. Я решила его искупать. Ну, прям уже как следует, чтобы потом смыть там. Ну, в смысле как следует. Ну, просто по-другому решила помыть. Думаю, голову помою шампунью. Вот. И мыла, и Кристинка мне помогала. Она говорит, как ты его одна купаешь? Я говорю, я его вот так одна не купаю, чтобы отдельно чем-то мыть. Потом все это смывать, потому что это невозможно. Он уже тяжелый, он выбрыкивается постоянно и скользкий. То есть, вот. Я говорю, покупаю специальную такую вещь, чтобы пенилась. Все мылась. И потом, ну, как бы не надо смывать это все дело. Так что лепикару пока нету равных вообще. Все остальное не пенится. То есть, оно воду смягчает. Делает ее какой-то такой увлаженной. Ну, как бы маслянистой, может быть, немного. Ну, все. Вот купили еще соску с 6 до 8. Потому что все теряем. Мы потеряли все соски. Одна соска. Было 5 сосок. Одна сейчас. И то я ее все время теряю. И решила еще одну взять. Потому что я думаю, я тебя найду. Сейчас малышня моя спит на улице. Вот. А я приберусь чуть-чуть. Ну что, я все поубирала. Переоделась. Малому грею еду. Сейчас буду его будить, что он прям сильно спит. А то потом будет под утро у меня ложиться спать. Сейчас как раз таки пол восьмого. Отлично. Покормим, проиграем. Прямой эфир будет. Свет-то красиво падает, да? Красивый свет. Маме, кстати, вот в Старбаксе взяла вот такой вот кофе. Там их много-много. У него такой аромат нереальный. Так, 250 грамм. Стоит 530 рублей, по-моему. Я не знаю, нормально это или нет. Спрошу у мамы цена. Ну как бы как это вообще цена. Так, ну что, разобрала два шкафа на кухне. Сейчас прямой эфир через 10 минут у меня. И что, и что, и что, и что, и что? Еще надо покушать, еще надо созвониться малому с папой. Господи, это столько-столько всего-всего-всего. Нет, за 10 минут надо успеть. Ну вот уже поздняя ночь. Я не сплю, потому что я монтирую видео, смотрю интернет, в общем. Провела прямую трансляцию. Сегодня была у нас тема СМР. Что-то она не пошла. Очень быстро как-то мы ее закончили. И начали вопросы про мужа, про ребенка, про покраску волос, про фикс прайса. В общем, так получилось сегодня у нас. Вот. А пора СМР. Просто что хотела сказать, что немножко я не понимаю эту тему. Ну не то чтобы немножко, что же я подбираю слова. Я вообще не понимаю эту тему. Мне кажется, что это для извращенцев, честно говоря. Вот. Ну я не представляю. Я вот пытаюсь смотреть и думаю, что люди находят в этом интересного. Ну и если бы я такое снимала, потому что я вижу вроде бы как популярная тема, да. И в инстаграме писали уже мне как-то. Я откуда уже узнала об СМР. Потому что мне пишут, говорят о СМР. Сними, сними голоса СМР. Но то, что я посмотрела, люди снимают, мне как бы это совсем немного непонятно. Мне это напоминает секс по телефону. Вот, кстати, мне будет интересно узнать ваше мнение. Может быть, что-то я не понимаю. Может быть, вы меня как-то переубедите. И я посмотрю на это с другой стороны. Поэтому мне интересно мнение как людей, которые против этого, так и людей, которые смотрят это, которых это действительно расслабляет. Вот, что вы в этом находите, что это для вас. Потому что, может быть, это просто моё мнение такое, да. Поэтому, пожалуйста, высказывайтесь. Мне интересно, кто как на это смотрит, кто как к этому относится. Может, кто-то снимает такие видео. И мне даже интересно было бы узнать о комментариях, которые приходят к вам. Приходят ли комментарии какие-то извращенного типа от парней. Ну вот я, например, я думаю, что мой муж будет против такого, чтобы я снимала всерьёзки. Это только если в стёбном каком-то варианте. А всерьёзки вряд ли ему это понравится. Он наверняка подумает, что какие-то парни будут слушать меня там, да. Ну, в общем, эта тема даже не обсуждается, да. Поэтому мне интересно ваше мнение. Всё, мои хорошие. Завтра, я думаю, будет очень интересный день, насыщенный. Потому что малого отвожу маме. Буду покупать коляску. Буду присматриваться к автомобильным креслам. В общем, возможно, встретимся с Кристинкой. Ну, в общем, надеюсь, завтра будет день. Я теперь всё время с камерой, и влоги будут очень часто. А я с вами прощаюсь. Желаю вам спокойной ночи. Если кто-то смотрит утром моё видео. Спокойной ночи переносим на вечер. В общем, хорошего дня. Кому-то рабочего дня. Кому-то спокойной ночи. Кому-то хорошего вечера. В общем, я вас люблю. Целую. И до следующего видео. Пока-пока. Мой крик души Не спеши Не спеши Субтитры сделал DimaTorzok